Ветеринарные центры и клиники Санкт-Петербурга. Сортировать по названию рейтингу на что обратить внимание при выборе. Любой хозяин хочет, чтобы его любимцы уделили много времени и обязательно помогли. Частная или государственная ветеринарная клиника имеет определенный перечень услуг, плановая и вынужденная вакцинация, прием. Докторов узкой направленности, диагностика и анализы, сопровождение лечения животного в телефонном режиме или в домашних. Условиях – купирование ушей, простые и сложные хирургические операции, перевязки. Для серьезных причин искать ветеринара в ночное время существует круглосуточная ветеринарная клиника, в которой окажут неотложную помощь быстро и качественно. Один из способов найти лечебницу. Бесплатная ветеринарная клиника не должна ничем отличаться от больниц, в которых лечат нас с вами. Это бахилы, вежливые доктора, много кабинетов, стерильная чистота и уважительный персонал. Если вы уже присмотрели лечебницу, сходите с вашим зверем на предварительную разведку и сделайте несколько недорогих процедур. Обрежьте когти, почистите уши, взвесьте и проверьте зрение. Снимите зубной камень и проконсультируйтесь по какому-либо вопросу. Вы с первых минут увидите, насколько скорая ветеринарная помощь в Санкт-Петербурге именно в этих стенах, отношение врачей к своим пациентам, мобильность их работы и профессионализм. Поиски в интернете и среди знакомых. Если вам нужны лучшие ветеринарные клиники Петербурга, можно посоветоваться с друзьями, почитать темы на различных форумах или обратиться к ветеринару в своем районе. Для быстроты поиска мы специально создали этот сайт и собрали все адреса ветеринарных клиник в Санкт-Петербурге на одной из его страниц. При выборе больницы для животного обратите внимание на важные детали – удаленность от вашего дома и возможность быстро добраться с вашей кошкой или щенком, отзывы о врачах, их работе и об отношении к животным, есть ли скорая ветеринарная помощь в этой больнице, чтобы не искать другую ветлечебницу в экстренных ситуациях, чистота, свежевымытые полы и приятный запах. Что говорит о частой уборке, наличии современной технической базы, чтобы потом не пришлось искать питерские ветеринарные лаборатории, где нужно сдать анализы животного? Очень интересно, что еще 10 лет назад будущий ветеринар получал в институте общую специальность. Он должен был уметь лечить и крупный рогатый скат, и свиней, и домашних питомцев. Но современные специалисты по ветеринарии, получая на руки диплом, четко знают, кому они будут оказывать свою помощь. Продолжение следует...